Попыталась ее затушить четыре раза, она не затушивается. Значит пусть погорит пока. Не затухает правильно сказать. Пусть еще минутку погорит. Поехали. Получается березовая почти все сгорела в первой свече, а дубочки сейчас будут прогорать. Стабилизация это энергия, укорененность. Все знают, что дуб это священное древо друидов, и знания об исцелении, и о законах природы, и знания, которые несут в себе сами деревья. Они-то с достаточно продолжительным сроком жизни много чего видели. Как информацию собирают, аккумулируют и передают. Очень часто в портальные дни я снимаю растения, потому что не каждый воспринимает новые частоты и загрузки. Они для многих могут быть слишком слепящими, яркими, непонятными, да по-разному. Слишком жесткими, неземными. Не каждый открыт к этим вибрациям. Есть люди, специально принимающие эти вибрации. Вот так они рождены для этого. Так заточены. Есть те, для которых это какое-то сумасшествие или непонятность. И вот для всех абсолютно, жителей планеты, растений, животных, загрузки новые, планетарные, вибрационные, принимают растения. Пропуская через корневую систему и потом обратно поднимают энергию вверх, они ее транслируют, как тот же кислород, для жителей планеты. Для животных, для растений, для человечества, как части животного царства. И поэтому загрузки лучше всего считать или прочувствовать, осознать эти потоки. А если не привык так их считывать и принимают, то через растительное царство. Поэтому с древности было известно, что они наши учителя во многом. Ну просто можно почувствовать, придя под ель, желательно постарше, побольше ель, с большой кроме, чтобы почувствуете, какие отчитать, считать себя, какие мысли, эмоции, ощущения. И потом встать под сенью со сны или обнять со сном, соединиться с ней на какое-то время. Потом с ясенем. Можно с ивой и отследить, как меняются ощущения. Потом с дубом. И вы поймете, что вы как камертонцы настраиваетесь. И это абсолютно разные вибрации энергии. Но они какие-то глубинные, особенно если обнять дерево и слиться с ним. Можно как столб света, как со столбом света, так и с каждой травинкой можно сливаться. Можно ощутить ток жизни под корой, и как вены, как сосуды, как потоки. И слить свою кровеносную систему с системой соков растения. Собственно говоря, это энергетически, как два взаимосообщающихся сосуда. Или как роса, которая дистиллированная вода, соединяется с порами и соком растения. Принимать всю ту же информацию. И можно на вибрационном, энергетическом и даже на химическом уровне в этот момент быть похожими с химией дуба, допустим. А так мы просто вибрационное чувство. Дуб, как минимум, кора дуба дает что? Дубильные вещества и такую прочность, стойкость, терпкость. И если сливаться с этим, можно почувствовать внутри себя вот эту тягучесть, стойкость, плотность, такую терпкую, мощную природу и так далее. Тут по каждому дереву целое занятие можно провести. Просто считывая его особенности, способности, вибрации и сливая на разных уровнях со своей жизнью. Ну, можно с чакрами, с ситуациями, с предназначением, с нашей многомерной, многогранной природой. Ну, вот, пусть эти идеи тоже вливаются в каждую тягру и наполняют новыми потоками, новыми идеями, новыми векторами направления, чего бы еще хотелось попробовать, поэкспериментировать. Новую энергию того же растительного царства, которое сливается, входит у него свой язык. Каждое растение – это вибрационная тональность, ну, как нота. Вместе, когда они растут, они поют свою мелодию. Это тоже можно научиться слушать. Просто надо захотеть это сделать и настроиться. И считать эту мелодию и воспроизводить ее каким-то другим способом или точно так же, как они. Вот можно в теле сейчас запустить этот камертон. Я, наверное, оно как-то так разгорается, что я так сейчас опять засяду, буду снимать. А у меня уже другие планы. Такой ровный, красивый огонь наполнения. Потом к нему вернемся.